Доброго всем времени суток! Здравствуйте! У нас в гостях Юлия Марьевич, фридайвер из Риги, по совету которой мы подготовили базовую модель костюма для фридайвинга, ну, для тренировок в бассейне в основном. Юля, расскажи, какие идеи были заложены в этот костюм, и все ли мы смогли сделать то, что ты просила? У нас была проблема следующего характера. Когда начинающие фридайверы приходили в бассейн, они довольно быстро начинали замерзать во время тренировок. 30-40 минут, люди уже подмерзают, и тренировки становятся менее приятными. Поэтому, конечно, нужны были гидрокостюмы. Но на том этапе, когда человек только вот пришел, только начал заниматься, далеко не все готовы были инвестировать еще дополнительно в гидрокостюм. Если ты инструктор, то в клубе часто бывают костюмы, когда тебе нужно купить, например, там, каждого размера, там, женского, мужского, там, по нескольку, хотя ты же не знаешь, какая группа к тебе придет. Поэтому нужен был недорогой, износостойкий костюм для начинающих фридайверов. И мы говорили о том, что нужна такая базовая модель, которую человек, даже если он ее потом, скажем так, профессионально перерос, он со мной сможет использовать для катания на досках, для купания в прохладной воде, для того, чтобы там пойти поплавать, не знаю, где-нибудь в Греции, где там острые камни, да, чтобы не кровать на свой дорогой костюм. Ну, изначально задумка была сделать костюм для тренировок в бассейне. Для тренировок в бассейне. Для начинающих, которые не готовы еще заплатить там большие деньги. Чтобы это был костюм первого выбора. Да, совершенно верно. С которым они уже могут прийти прямо на первое занятие, если что, и уже не замерзнутся. Да, и чтобы клубы могли закупить таких костюмов и повесить их у себя, если они готовы предоставлять своим курсантам костюмы в аренду или для использования на вазовых курсах. И сейчас вот перед нами как раз только что пришедший костюм. Сейчас мы с удовольствием, с нетерпением распаковали. Мы выбрали специальную женскую модель, женский крой, потому что обычно женский крой удается всегда сложнее его сделать удачно. Есть у нас мужская версия, есть и женская. Есть мужская, есть и женская. Это мы сейчас открыли пакет с женским костюмом. Это костюм, монокостюм с молнией на спине, толщиной, заявленной полтора миллиметра. Тогда я поправочку сразу сделаю, чтобы люди понимали, чтобы сделать костюм толщиной полтора миллиметра, на самом деле неопрен берется толщиной два миллиметра. И поскольку он с двух сторон дублирован тканью, которая приклеивается клеем, все это происходит под таким огромным прессом при большой температуре и под большим давлением, то есть в итоге происходит небольшая компрессия, особенно заметно на маленьких толщинах. И мы пишем, что это полтора миллиметра костюм. На самом деле, если так арифметически сложить, два миллиметра толщина неопрена, по полмиллиметра толщина двух рядов ткани с двух сторон, но в итоге, когда это все рисуется, получается примерно 1,8. Ну, пусть будет полтора. Пусть будет полтора, а на самом деле чуть больше. Что, чтобы было честно, не полтора. Костюм классического черного цвета, небольшие неброские логотипы на груди, на спине вдоль молнии. Так, у нас еще есть... Точка фирменная у нас тоже такая красивая. Логотип на бедре. Ну, собственно, ничего лишнего, никаких там броских элементов красочных нету. Я на самом деле это приветствую. Может, это вот цену назовем или потом? Потом назовем. Хорошо. У нас еще есть много приятных вещей. Чем он отличается, этот костюм, от каких-нибудь других костюмов для водных видов спорта? Мы в этих костюмах ныряем и плаваем. Поэтому он должен быть эластичнее, чем костюм, который предназначен просто для водных видов спорта. Одна из основных задач была сделать его тянущимся, но при этом универсальным. Когда мы получили первую модель, я помню, что я его надела, и, конечно, я начала проверять, насколько хорошо тянутся руки, тянется плечо. И вот в первой модели мы почувствовали, что подмышки было натяжение. Руки удерживать вытянутыми над головой длительное время было... Ну, не то, что сложно, но требовало усилия. И тогда производитель по нашей просьбе заменил вот эту панель. Да, вот эту. Вот тут даже написано. Суперстретч написано. Даже написано суперстретч. На панель из более эластичного неопрена с материалом типа нейлона. Да, весь костюм... Типа лайк. Типа лайк, прошу прощения. Сам костюм сделан с нейлоновым покрытием. А здесь у нас... Изнаружи и внутри. Да, здесь у нас типа лайк. Типа лайк, да. Почему снаружи и изнутри? Потому что человеку проще надеть костюм с тканью. И если мы учитываем, что это начинающий, ему будет... Костюм ему прослужит дольше, если он будет покрыт тканью с двух сторон. То есть первое отличие это то, что вот так можно руки сделать, да? Вот так можно руки сделать спокойно. Вытянуть руки. Да, как я сказала, монокостюм с молнией на спине. И вот вторая задача, которая перед нами стояла, сделать застежку достаточно удобную. Кажется, у нас очень фирменно получилась застежка. Давай я подскажу про нее подробнее. Во время тестов... Ну, это, кстати, не только к этому костюму относилось, а к многим другим костюмам. Иногда бывает, что молнию, когда мы закрываем... Сам бегунок молнии, он... Когда мы его полностью закрываем, он попадает на выступающий позвонок шеи. И очень часто мы ныряем с шейными грузами. И есть популярные модели шейных грузов, у которых часть груза выносена на зону между лопаток. И вот когда этот груз прижимает бегунок молнии, молния сильно давила на позвоночник. Это было неприятно. То есть это не чувствуется сразу. Когда ты отнырял там час, то под конец ты чувствуешь, что уже там давит неприятно. Этот груз приходится перемещать. И мы попросили немножечко молнию опустить ниже. Ниже. Вот это расстояние такое необычное. Обычно молния выше. Мы попросили опустить его ниже, добавить вот такую липучку-стоппер, чтобы молния не расстегивалась, не уползала вниз. Да, вот она и фиксирует. И, как выяснилось, это нам дало возможность немножко отрегулировать. Да, здесь возможности для регулировки стали больше. Мы можем чуть потуже затянуть застежку на шее. Мы можем чуть расслабить, в зависимости от человека, от его потребностей. И вот еще одна интересная вещь. У большинства костюмов, у которых здесь находится липучка, они в качестве защиты делают такую накладку. Но она отдельно существует. И потом эту накладку рано или поздно теряешь. А здесь липучка, которая открывается, и после этого липучку можно закрыть. Ее можно закрыть в удобном для нас положении. И когда мы костюм снимаем, мы закрываем липучку, и она не приклеивается к ткани, она не приклеивается и не лохматит швы. Ну и когда костюм будет находиться в магазине, то есть понятное дело, что вы постоянно проверяете, что это такое. Он не будет испорчен. На тот момент, когда вы его покупаете. То есть защита есть. У меня сейчас тестовый костюм в клубе уже, наверное, 6 месяцев. Мы в нем умеряем. Ну, очень хорошо у нас липучка не испортилась швы, не разлохматилась. Ну, и здесь есть у костюма вот такой вот аквастоп, да, называется? Да, ну, прилегает к шее поплотнее, не пускает в воду. Наша задача была сделать его универсальным. Поэтому, конечно, у кого-то этот аквастоп будет восстанавливать воду, где-то, может быть, он будет немножечко подтекать. Но, как я говорила, основная задача была сделать костюм подходящим для фридайверов, удобным, универсальным и при этом бюджетным. И вот с этой задачей, мне кажется, команда справилась на ура. Ну, я надеюсь. Я надеюсь. Давай тогда назовем цену. Костюмы уже пришли. На складе они находятся уже в Европе. И на днях появятся на складе в Санкт-Петербурге. Цена для России, розничная цена, 4 990 рублей. А для Европы 55 евро. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к локальным дилерам или заходите на сайт perpena.com или ru. И со следующей недели мы открываем продажи этих костюмов. Монокостюм с молнией на спине толщиной 1,5 мм есть в мужском и женском крое. Всем пока. Всем пока.